Ас-саляму алейкум! Продолжаем рассказывать про мусульманские имена. У нашего пророка Мухаммада алейхиссаляту вассалям был дядя и молочный брат, которого называли Лев Аллаха. За его смелость, самоотверженность в деле призыва людей к исламу. Его звали Хамза и значение этого имени мы с вами сегодня разберем. Имя Хамза правильно пишется вот так. Это имя было известно еще до пророческой миссии Мухаммада алейхиссаляту вассалям. И скорее всего оно было прозвищем и давали его тому, кто был острым на язык. Потому что переводится это имя как острый, жгучий, острая зелень. Острую пищу арабы называли словом Хамиз. Также иногда встречается такое значение этого имени, как Лев. На разных языках и диалектах это имя произносится так. Хамзат, Гамзат, Хамзи. Среди известных носителей имени Хамза, помимо, конечно же, дяди пророка, были второй имам Дагестана Гамзатбек Газатлинский, дагестанский поэт Гамзат Садаса, отец Расула Гамзатова, Хамза Дьюан Чаудери, полузащитник английского футбольного клуба Лестер-Сити, и исламский проповедник греческого происхождения Хамза Дзертис, а также многие другие. Фатима. Наверное, самое известное женское имя. Им звали дочь пророка, саляллаху алейхи вассалям, и многих его сподвижниц. Что же означает Фатима? Отнимающая от груди ребенка. То есть та, которая прекращает грудное вскармливание. Вероятно, арабы называли этим именем, и Аллах знает лучшее, усматривая в нем благое преднаменование. И надеясь, что девочка вырастет, выйдет замуж, родит и отлучит подросшего ребенка от груди. Когда мы ставим ударение на второй слог, Фатима, то значение изменяется, и теперь это уже означает не женщину, которая отлучила ребенка, а наоборот, ребенка, который был отлучен от груди. У разных народов есть такие формы этого имени, как Фатма, Фадиме, Фадумо, Патимат, Патина, Фатумата, Фату, и другие. Распространенность этого имени указывает на нашу любовь к Фатиме Аз-Загре, да будет доволен ею Аллах, которая достигла совершенства в религии, была одной из наилучших женщин в истории человечества, и будет госпожой женщин в раю. Это же имя носили шесть османских принцесс, а также основательница древнейшего по ныне действующего университета Фатима Аль-Фигрия. А Фатима Мадридская была астрономом из Андалусии, которая написала трактат об Астролябии. Также есть город Фатима в Португалии и муниципалитет в Бразилии. В судный день вас будут призывать по вашим именам. Так что называйте детей красивыми именами.